А в главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте, сегодня в выпуске. Протест на границе во Львовской области недовольные. Новыми таможенными правилами перекрыли пункты пропуска. Чем все закончилось? Экологический скандал в Днепропетровской области жителей против строительства завода. В чем опасность? Защитить воздух. Еврокомиссия готовит иски против стран ЕС. Кому и за что грозят штрафы? Армия киберзащитников в Израиле. Разведчики и программисты показали, как воевать в виртуальном пространстве. Почему хакеры становятся самыми востребованными специалистами? Когда именно Украина сможет получить дживелины, пока неизвестно. Решение примут в ближайшее время, заявил министр обороны Степан Полторак. По его мнению, временные рамки не столь существенны. Важен сам факт, что США предоставят летальное оружие. И это станет сигналом для России. Вопрос передачи противотанкового оружия Полторак обсудил с главой оборонного ведомства США Джеймсом Мэттисом. По словам министра, они достигли полного взаимопонимания. В свою очередь, в Пентагоне надеются, что Верховная Рада все же примет закон о нацбезопасности. И это станет основой для реформ в сфере обороны и будущего членства страны в НАТО. Мы представили перед собой битние планы, что до набутя стандартов Альянсу до конца 2020 года, мы над этим работаем. По подсумкам двух лет, процент в Канаде 90% от заплановленных заходов. В НАТО вступает не в Збройные силы и не в Министерство обороны. В НАТО вступает страна в целом. И мы над этим работаем в Украине, над этим работаем президент Украины, над этим работаем в Украине, чтобы Краина была готова к доступу Альянсу. Под огонь боевиков попали наблюдатели УБСЕ, о чем сообщается в официальном отчете миссии. Это произошло днем, когда патруль находился на неподконтрольной Украине территории под Ясиноватой. Стреляли из крупнокалиберных пулеметов и автоматов. Никто из членов патруля УБСЕ не пострадал. Миссия спешно вернулась в Донецк. Накануне наблюдатели зафиксировали на этом участке фронта 5 взрывов неопределенного происхождения и около десятка выстрелов из БМП. Кроме того, в АБСЕ утверждают, их работу блокируют на оккупированных территориях. Донбасс на грани экологической катастрофы. Украинская сторона Совместного центра контроля и координации прекращения огня предупреждает о критической ситуации на нескольких горнодобывающих предприятиях на оккупированной территории. Все потому, что боевики не гарантируют безопасность на время проведения ремонтных работ. Под огнем и позиции ВСУ за минувшие сутки трое украинских военных ранены. На передовой сегодня побывал швайнкор Игорь Левенок. Село Майское. Совсем недавно этот населенный пункт был в серой зоне. Но в декабре украинские военные полностью взяли его под контроль. Вражеские позиции очень близко. Боевики запросто простреливают улицы из стрелкового оружия. Ну просто туман. Вот это вот уже их передовые позиции. И там по дороге прямо торпеда у них. Этот участок фронта обороняют бойцы батальона спецназначения Донбасс-Украина. Говорят, последние сутки здесь тихо. Но тишина для военных понятие относительное. Утром по одному из опорных пунктов армейцев работал вражеский снайпер и пулеметчик. К счастью, никто не пострадал. Да, есть позиция, там где у нас был трехсотый, там где были погибшие у наших предшественников, кто стоял на этой позиции. Ну, ее постоянно провоцируют, постоянно обстреливают. Но пока серьезное вооружение они не используют в данное время. Солдаты утверждают, противник укрепляется, сооружает бетонные конструкции и в открытую используют строительную технику. Наши бойцы наблюдают. Режим тишины нарушать запрещено. Стоим, наблюдаем. Если какие-то есть, там выстрелы иногда слышно, там в нашу сторону пока, как бы там по краям где-то. Мы едем на другой участок Светлодарской дуги, поселок Луганское. Здесь ситуация совсем иная. Еще до наступления темноты оккупанты начинают обстреливать украинские позиции. В это время местные жители даже с детьми еще гуляют по улицам. Это населенный пункт Луганское. И мы слышим, что сейчас на окраине этого поселка происходит самый настоящий бой с применением, скорее всего, тяжелого вооружения. Потому что мы слышим разрывы и они достаточно мощные. Приход. Военные говорят, в Луганском такое происходит почти каждый день. Армейцам приходится отстреливаться. В связи с обстрелом здешние позиции для журналистов закрыли. Армейцы попросили покинуть нас в зону боевых действий. Игорь Левенок, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер. Кабмин намерен утвердить новый механизм рассрочки НДС для импортного оборудования. Об этом во время совещания с руководителями предприятий легкой промышленности заявил премьер Владимир Гройсман. По его словам, уже второй год подряд в легкой промышленности наблюдается рост. Но вместе с тем есть ряд проблем, которые необходимо решать. Премьер также отметил, что в Кабмине подготовили 35 реформаторских законопроектов, которые должны способствовать развитию украинской экономики, в том числе и благодаря модернизации предприятий. Старик тоже может быть роком взрастания и стабилизации ситуации. Мы, принаймне, закладываем все возможности в этом году, чтобы создать большие качественные условия для развития. Мы приняли решение о том, чтобы сделать определенные рассрочения податков при технической модернизации. Это означает, что, возможно, для вашего предприятия тоже восстановятся возможности заменить обладание старого на новое, сделать техническое переобразование, модернизацию, улучшить конкурентность своей продукции. Акции протеста на границе с Польшей продолжаются. Жители приграничных населенных пунктов снова блокировали проезд автомобилей. Требовали отменить новые таможенные правила, которые вступили в действие с начала года. Напомню, Верховная Рада изменила правила беспошлиного ввоза товаров не более 500 евро до 50 килограммов и только для тех, кто отсутствовал в Украине не менее суток. Подробности выясняли наши корреспонденты. На Волыне более полусотни человек блокировали движение на трассе возле международного пункта пропуска Егодин. Это уже вторая акция протеста. Первая прошла 10 января. Но протестующих так и не услышали. Сегодня они снова объявили блокаду таможней. Мы протестуем против одной единой дискриминационной, антиконституционной и просто безглуздой нормы что до обовязкового перебивания поза межами Украины больше как 24 часа в случае безмытного ввезения на территорию Украины товаров суммарною вагою до 50 килограмм и суммарною фактурной вартостью до 500 евро. Активисты колонны ходили по пешеходному переходу. В очередь выстроились десятки фур. Каждые полчаса пропускали по шесть автомобилей. У многих водителей сдавали нервы. Хлопцы, пускайте машину по-доброму просто. Что это за график? Вы имеете какое-то поведение на дорогу перекрывать? В принципе, есть понимание с участниками акции о том, что они час от часа пропускают транспортные средства с методом недопущения проблем для водителей, которые перетинают кордон. Люди бастуют, поскольку изменения в правилах перевоза товаров практически уничтожают так называемый челночный бизнес. А это, по сути, основной источник дохода для жителей приграничных районов. В погранслужбе заявили, что людей об этих изменениях предупреждали. Людей предупреждали. Единственное, что сейчас в нашей работе мы практически всех людей 100% на всех направлениях вносим в базу для того, чтобы иметь возможность проверять перебывание за кордоном 24 часа, или поддерживать граждане норм этих изменений. В Львовской области протестующих было меньше. Акцию поддержала до двух десятков человек. Они перекрыли подъезды к пункту пропуска Шегини на украинско-польской границе. Машины пропускали по просьбе водителей. Здесь очередей не было. Акции также прошли возле пунктов пропуска Краковец-Корчево и Раворусское-Хребенное во Львовской области. Сегодня мирный протест на границе длился несколько часов. Если нововведение не отменят, блокировать пункты пропуска на украинско-польской границе активисты готовы бессрочно. Галина Якушко, Мария Андрейчук, Юрий Голубенко, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. В суммах подорожал проезд в общественном транспорте. Больше платить придется даже коммунальным перевозчикам. 2 гривни 50 копеек вместо прежних двух. А пассажирам маршруток надо будет отдать 5 гривен. Пенсионеры в коммунальном транспорте, как и раньше, будут ездить бесплатно, но частным перевозчикам придется заплатить 3 гривни. Жители областного центра возмущены, ведь качество не улучшили, а тарифы повысили. Перевозчики же убеждают, цены подняли обоснованно. В последний раз проезд в городе дорожал полгода назад. Сорблата не растет, а проезд все выше и выше. Это очень плохо. Я думаю, что это не угронтовано. Почему? Потому что качество флеволивания. Сами разумеете, какая. Это все, по-перше. А потому что такое же тяжелое, что таких еще не хватало нам, не выстачало нам. Уже с января месяца уже существенно подорожала электроэнергия. Опять поднимаются зарплаты. Поэтому тот тариф, который был на ноябрь месяц, даже сейчас уже не актуальным. В суммах поймали банду правоохранителей и взяточников. Как сообщила пресс-служба СБУ, инспектор госпогранслужбы и два бывших сотрудника МВД требовали от местного жителя 40 тысяч гривен. Взамен обещали закрыть глаза на уголовное дело. Сотрудники СБУ задокументировали передачу двух частей взятки в размере 15 тысяч гривен. А во время передачи еще 7 тысяч пограничника задержали. Двум участникам вымогательства уже объявили о подозрении. Судьбу третьего решат в ближайшее время. Экологическая катастрофа в Черкасской области. В Золотоноши вышел из строя канализационный коллектор. И все нечистоты 30-тысячного города попали в приток у Днепра, реку Золотоношку. О каком количестве сточных вод идет речь, пока неизвестно. Ветхая труба коллектора не выдержала потока талой воды. Один из видимых порывов произошел на центральной улице города. Коммунальные службы сейчас пытаются его устранить. Ремонтникам пришлось частично перекрыть движение транспорта. Работы планируют завершить до понедельника. А в Днепропетровской области жители трех поселков опасаются экокатастрофы. В полукилометре от их домов планируют построить завод по переработке отходов, которые содержат химвещества. Например, аккумуляторы и лампочки с ртутью. Насколько серьезна угроза, разбиралась Елена Миндалюк. Поселок Партизанское находится всего в нескольких километрах от Днепра. Именно здесь хотят открыть завод по переработке опасных отходов. Мощность производства позволяет за 8 часов утилизировать 100 ртути, содержащих ламп. А за месяц обезвредить до 9 тонн химического мусора. Речь идет о загрязненных нефтепродуктами отходов, остатках лаков, красок, эмульсий. Все это будут утилизировать путем термической обработки. Возле территории, где вскоре начнется строительство, собрались местные жители. Около 100 тысяч людей, которые могут попасть в эту зону, в зону уражения. То есть это ртутными парами, кислотными веществами с под аккумуляторов, с под всего, которые здесь собираются перерабатывать. Процесс хранения всех вот этих вот химических отходов, это все будет храниться. Дождевой водой это все будет смываться в почву. Непосредственно, буквально через какой-то очень короткий период, это будет нестись в ареле, будет попадать в Днепр. Местная жительница Светлана Бакутина боится, что после запуска предприятия местность превратится в зону отчуждения. Мы так в Чернобыле, мы дышали, как вагоны сюда пришли. У нас люди сильно болеют, диабет и сердечные заболевания. В общем, нам это не годится. Это нас полностью, тогда надо взять и нас сгорнуть полностью, а потом что-то строить. Людей настораживает также стоимость строительства по предварительным подсчетам вместе с оборудованием. Сумма инвестиций составит около 5 миллионов гривен, в то время как во Львове на подобное производство потратили более 1 миллиона евро. Меня, естественно, смутило, что будет на этом месте. Посмотрела, какое там оборудование планируют строить. Я понимаю, что это чуть ли не кустарный метод производства, переработки. Одним из инвесторов этого завода выступает глава общественного совета при госэкоинспекции в Днепропетровской области Татьяна Лампика. Возмущение людей она не разделяет, но обещает услышать каждого. Вы являетесь инвестором? Одним из инвесторов. Все, что могут сделать люди, это внести как можно больше каких-то своих предложений, каких-то своих замечаний, которые мы можем не видеть. Областные чиновники, отвечающие за экологию в регионе, пока не могут дать оценку безопасности завода по переработке химпотходов. Директор Департамента экологии и природных ресурсов Руслан Стрелец заявил, что проект не видел. Да и разрешительные документы выдают не они, а Министерство экологии. Пока мы не увидим проектную документацию, пока эта проектная документация не будет оценена, то сказать, чи законно, чи незаконно, чи будет впливать, чи не будет впливать, неможливо. Но тут выключено остальное слово будет за громадой, на территории которой будет проводиться громадское слушание. Местные жители выступают категорически против строительства завода. Жалобу уже подали в областную прокуратуру, готовят обращение в администрацию. Уверяют, если их не услышат, выйдут перекрывать автомагистрали. Елена Маналюк, Евгений Коденцов, подробности, телеканал Интер, Днепропетровская область. Штрафы за превышение содержания вредных веществ в воздухе. Еврокомиссия начала наказывать страны ЕС. Какие государства получили черную метку от Брюсселя и чем им это грозит, расскажет Татьяна Лагунова. Или воздух станет чище, или Еврокомиссия идет в суд. Брюссель готов подать иск против девяти стран Евросоюза. Если до 5 февраля, то есть до понедельника, они не разработают пакет эффективных мер, которые позволят снизить содержание вредных веществ в воздухе. Все сроки для выполнения обязательств уже давно истекли. Мы и так ждали слишком долго. Больше не будем. Стран-нарушители в Евросоюзе девять. Это Германия, Франция, Италия, Испания, Чехия, Венгрия, Румыния, Словакия и покидающая европейскую семью Великобритания. Профильные министры этих стран уже были вызваны на встречу в Брюссель и официально предупреждены. У всех государств-членов есть обязанности. Мы напомнили о них министрам, а также о правовых последствиях их невыполнения. Если Еврокомиссия таки пойдет в суд, странам грозят более чем солидные штрафы. По данным экспертов, ежегодно от болезней, вызванных загрязнением воздуха, в ЕС умирают 400 тысяч человек. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. В Израиле проходит международная выставка «Сайбер-2018». Ее участники, программисты и разведчики обмениваются опытом виртуальной войны в киберпространстве. На выставке побывал и наш корреспондент Сергей Ослендер. Глядя на посетителей выставки, меньше всего верят, что это участники боевых действий. Только ведутся они в виртуальном пространстве и совсем незаметны для посторонних глаз. Вот, например, Тамар, девушка с внешностью фотомодели. Отслужила в армии в знаменитом подразделении 8200 электронной разведки израильской армии. Сейчас занимается тем же самым, только в частной фирме и за большие деньги. Наша компания разработала программу для поиска информации с помощью социальных сетей. Ее сейчас используют как разные фирмы, например, для изучения спроса, так и спецслужбы для поиска разного рода злоумышленников. Давно прошли те времена, когда киберзащита была специальностью редкой, можно сказать, экзотической. Отдельные фирмы или банки защищали свои системы, а профессионалов в этой области можно было пересчитать по пальцам. Теперь это настоящая индустрия. И целые армии программистов отражают атаки хакеров и вычисляют террористов в интернете. Самый ценный, самый уязвимый товар в 21 веке – это информация. Сегодня с помощью обычного пароля от электронной почты о человеке можно узнать, ну если не все, то практически все. Поэтому все эти люди и обсуждают, как защитить информацию. В Израиле киберзащита теперь государственная политика. Здесь даже в армии созданы кибервойска. Впервые за всю историю подобных выставок в ней открыто принимает участие спецслужба. Израильская служба безопасности «Шабак» открыла здесь свой павильон. Среди прочего и с вербовочными целями. Контрразведке тоже нужны молодые умы. Это тот случай, когда не имеют значения возраст и физическая подготовка. Главная опасность в кибервойнах сегодня – то, что они изрядно подешевели. Средства для взлома стоят копейки и доступны буквально любому. А ущерб, который можно нанести при помощи компьютерного взлома, уже сопоставим с потерями во время боевых действий. В самом деле, зачем пытаться взрывать электростанцию, когда можно взломать ее компьютерные системы и отключить целый мегаполис? В Израиле давно сообразили, что в киберпространстве нельзя просто обороняться, нужно переходить в наступление. В 2009-м компьютерный вирус «Стакснет» поразил системы иранского ядерного центра в Натанзе. Никто не взял на себя ответственность, но аналитики полагают, что программа была разработана совместно МОСАДом и ЦРУ. Это был первый в истории боевой компьютерный вирус и первый случай, когда он смог причинить физический ущерб. Ядерная программа «Тегерана» в результате этой атаки была отброшена на несколько лет назад. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканала «Интер». Модернизировать ядерное вооружение планируют Соединенные Штаты. Министерство обороны США представило новую военную доктрину. В ней отмечается, что Вашингтон больше всего беспокоят заявления России о возможности применения ядерного оружия, а также испытания новых видов стратегических вооружений. Кроме того, Северная Корея, Китай и Иран бросают вызов мировому порядку, разрабатывая ядерные программы. Москва сохраняет большой запас нестратегических ядерных вооружений и продолжает их модернизировать. Китай также расширяет ядерные силы. Обе страны бросают вызов свободному международному порядку. Другие режимы, такие как Северная Корея и Иран, также подвергают риску нашу жизнь, разрабатывая ядерное оружие. Фундаментальная роль ядерной политики США – сдерживание. Со времен окончания Холодной войны Соединенные Штаты работали над сокращением количества и роли ядерного оружия. Но сложные ситуации в мире, связанные с безопасностью, свидетельствуют о необходимости эффективного сдерживания. Во Львове горел храм Украинской Православной Церкви. Возгорание произошло ночью в церкви святого князя Владимира в одном из спальных районов города. Сгорела обшивка крыши и деревянные перекрытия. Пламя уничтожило около ста квадратных метров помещения и церковную утварь. Часть храма уцелела, поскольку деревянные конструкции были пропитаны антипожарной краской. Сегодня прихожане весь день очищали. Отгарит церковный инвентарь. По предварительным данным спасателей, причиной возгорания стала неисправная проводка. У служителей Фемид Церкви своя версия случившегося. Они утверждают, на прошлой неделе им угрожали радикалы. Было установлено, что пожежа выникла в середине церкви. И после проведения исследований будет установлена причина загуляния. А столица сегодня не обошлось без драк и провокаций. Активисты нескольких радикальных организаций пришли к Десятинной церкви. Требовали снести часовню Украинской Православной Церкви и освободить так называемых архитекторов, арестованных при попытке поджечь храм на прошлой неделе. В это же время возле церкви молились сотни прихожан. Данил Снисарь продолжит. Чтобы защитить храм от возможного штурма и помолиться за мир в Украине, сегодня утром собрались несколько сотен верян. Говорят, пришли отстаивать свое законное право на свободное вероисповедание. Я просто хотел бы молитвенно. Я пришел сюда за внуком, пришел с донькой, с детьми, с друзьями. Просто поддержать монастырь и сказать, что мы вместе с ними. И загрозят все. Это абсолютно политические игры. Какая разница, какая будет церковь. Я даже приду, пусть будет римско-католистская. Бог один, для меня он один. Я его не разделяю. О предстоящих провокациях стало известно вчера. Их анонсировали члены организации С-14. Главная цель – демонтировать часовню. Дескать, здесь ее построили незаконно. Еще одно требование – отпустить подозреваемых в попытке поджога часовни 25 января двух представителей этой же организации. В самой церкви на арестованных зла не держат. Хотелись поджечь храм, чудом не сгорели. И люди внутри храма. Мне их жалко. И мы призываем к покаянию, готовим взять их на поруки и даже вытащить их с СИЗО. Храм сам стоит законом. На месте, в котором растушевано, написано специальные книги. Все эти документы есть. Было согласование с Министерством культуры, с руководством Национального музея истории Украины, с кабинетом министра. В полдень церковь со всех сторон окружили люди в балаклавах. Прямо во время молебена они начали оскорблять прихожан, среди которых было немало стариков и детей. Завязалась перебранка. Мы не забрали права на право на молитву. У нас никто не забрали. Не обошлось сегодня и без драки. Потасовка началась между радикалами двух разных организаций. На десятинке за правопорядком следили полицейские и нацгвардейцы. Перед церковью они задержали митингующего, который среди толпы размахивал предметом, похожим на электрошокер. Практически сразу мужчину отпустили. До штурма сегодня не дошло, но активисты пригрозили сделать это в ближайшее время. А после взяться за Киево-Печерскую лавру. О конфликте теперь знают и в Вашингтоне. Священнослужители обратились за поддержкой к руководству США. И мы обратились к граждане, и духовенство наше, к послу Соединенных Штатов Америки и Трампу. Но обратились, они сказали, что будут делать соответствующие выводы и движения. В то же время в Украине ситуацией вокруг Десятиного монастыря заинтересовалась Генеральная прокуратура. Данил Снисор, Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Интер. В Великобритании не утихает скандал вокруг Би-Би-Си. Директора телерадиокомпании вызвали на ковер в парламент. Тони Холлу пришлось оправдываться, почему он платит мужчинам больше, чем женщинам. Как решает эту проблему Би-Би-Си и как на это реагируют зрители, знает наш корреспондент в Лондоне Светлана Чернецкая. Би-Би-Си попала в немилость британского парламента. У депутатов накопилось много вопросов к оплате труда на телевидение, которое финансируют налогоплательщики. Все началось с Димарша, редактора китайского бюро Келли Грейси. Она уволилась с должности, когда узнала, что получает вдвое меньше, чем ее коллеги-мужчины на точно таких же постах. В парламент журналистка пришла подготовленной с толстыми папками доказательств. В них задокументированы истории сотрудниц Би-Би-Си, которые обнаружили, что зарабатывают меньше мужчин, делающих ту же работу. Для меня это не вопрос денег, а вопрос равенства. Я не хочу больше денег. Я хочу, чтобы на общественном телевидении, которое я люблю и горжусь, что проработала здесь 30 лет, признали, что дискриминируют женщин и продолжают политику неравной оплаты труда мужчин и женщин. Эту проблему в Би-Би-Си решили просто. Попросили сотрудников мужчин согласиться на урезание зарплаты. Но на этом все не закончилось. И депутаты, и зрители восмутились суммами денег, которые получают звездные журналисты. Самым высокооплачиваемым оказался Крис Эванс, бывший ведущий мега-популярного автошоу «Топ Гир». Он зарабатывает более 2 миллионов фунтов в год. В ответ на критику на телеканале решили установить максимальную зарплату и предложили сумму в 320 тысяч фунтов в год. Без налогов это почти миллион гривен в месяц. Такое предложение возмутило депутатов. Ведь сумма вдвое больше, чем зарабатывает премьер-министр страны. Дескать, неужели чтение текста с подсказчика стоит так дорого? Депутаты призывают начальство телеканала переоценить распределение средств и тратить их на улучшение продукта, а не на звездных ведущих. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, Британское бюро телеканала «Интер». Где отчеканят монету-писанку? Почему президент Бразилии остался без пенсии? И какая страна успешно запустила самую маленькую ракету-носитель? Об этом не только в нашем международном обзоре. Монету в виде украинской писанки выпустят в Канаде. Реверс украсит цветные узоры с позолотой. Сама же она будет из серебра. Номинал 30-граммовой монеты 20 канадских долларов. Выпуск начнется 6 февраля. Всего планируют отчеканить около 5000 монет-писанок. Автор интересного рисунка канадская художница Анна Мараш. Она также работала над двумя предыдущими выпусками монет с характерным украинским узором, которые появились в 2016 и 2017 годах. Президент Бразилии остался без пенсии, так как не подтвердил, что жив. Мишель Темер вышел на заслуженный отдых еще в 1999 году. По законам страны, каждый пенсионер должен ежегодно проходить процедуру перерегистрации, которая в дословном переводе звучит как доказательство жизни. Делать это нужно обязательно в свой день рождения. Но по причине занятости глава государства не смог предоставить необходимые документы. И вот уже несколько месяцев не получает пенсию. Темер регулярно появляется на публике и последний раз выступал на экономическом форуме в Давосе. Но для контролирующих органов это не доказательство. ЮАР переживает сильнейшую за последние сто лет засуху. Самая сложная ситуация в столице. В Кейптауне уровень воды в водохранилище упал ниже критической метки. Если так пойдет дальше, уже в апреле жители останутся без водопроводной воды. Власти ничего лучшего не придумали, как установить лимит. Выдавать в магазинах по паре бутылок воды в одни руки. Кроме того, призвали людей не использовать больше 50 литров в день. Местные жители шутят, что теперь немытые волосы – признак социальной ответственности, а не пренебрежение гигиеной. Древнюю гробницу нашли египетские археологи в Гизе. Ученые предполагают, что захоронению более 4,5 тысяч лет. Внутри гробницы обнаружили мумию, высокопоставленной чиновницей времен правления пятой династии фараонов. А также уникальные цветные фрески с картинками повседневной жизни – охота, рыбная ловля и сбор фруктов. В то же время ценностей на месте не оказалось. Археологи не исключают, что гробницу могли разграбить еще в древности. В Японии успешно запустили самую маленькую ракету-носитель. Запуск состоялся с космодрома Утинуора в южной префектуре Кагасима. Мини-ракета СС-520 весит 2,5 тонны и около 50 сантиметров в диаметре. Ее главная задача – вывести на орбиту спутник связи весом не более 3 килограммов и размером с коробку для обуви. Пара-такс в Гонконге. В центре города собрались более полусотни владельцев со своими питомцами в модных костюмах. Цель массовой прогулки – привлечь внимание к дружелюбной породе собак. Идею организаторы позаимствовали у британцев, которые ежегодно устраивают смотр-такс. В Гонконге шествие с собаками устроили по центральным улицам и популярным местам города. Финишировал парад возле кафе, где можно было пообедать вместе со своими питомцами. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности Юэй. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин